Добрый день, друзья и прекрасные зрители! Я на Тишинке, знаменитом блошином рынке, где можно встретить даже очень известных людей. Я на этом рынке бываю периодически с 2017 года, но, к сожалению, моему уже давно не была. Это один из самых дорогих рынков Москвы, но здесь можно встретить уникальные, можно сказать, музейные экспонаты. Друзья, я увидела Ивана Рыбникова, модного модельера, блогера, увлечённого собиранием антиквариата и даже... Я вам хочу сказать, что успеете, пока эта неделя не завершилась. До воскресенья девочки и мальчики стоят на Тишинке. Приходите, здесь очень много интересного. Нужно увидеть всё воочию. И вы наверняка соблазнитесь, я не сомневаюсь, но главное, не забудьте денежку положить в кошелёк. А ещё момент какой, всегда можно договориться, познакомьтесь с продавцами. Они вам что-то оставят, они вам что-то отложат, они вам на что-то сделают скидку. Поэтому обязательно посещайте такие места. Я, конечно, говорю это тем, кто живут в Москве, либо вдруг по случайности приехали в столицу. Здесь столько красоты, и вы увезёте частичку с собой, домой будете это вспоминать и наслаждаться. Спасибо, дорогой Иван. Друзья, перед вами чудесные миниатюрные чайные пары известных брендов. Выставка на Тишинке проходит всего шесть раз в году. Следующая будет лишь в конце марта, с 28 по 31. Затем в мае, и дальше на время летних каникул она закроется. И откроется лишь в конце сентября, когда москвичи приедут с дачи, ну, с отдыха в Москву. В отличие от других рынков, работающих каждый выходной, а также есть, вы знаете уже, и рынки, и магазины, как, например, сделаны в СССР или магазины антикварные «Однажды» и другие, которые работают каждый день. Так что, друзья, давайте наслаждаться, любоваться этой красотой. Ведь не каждый день нам выпадает такой случай. Сумочки такие замечательные. А скажите, сколько ваша вот эта прелесть? 35 за 12 тарелок. Это Тиффани Бутик. Давайте я перегожу. Сделаны в Италии. По заказу Бутика Тиффани, которые делают посуду тоже. Не только ювелирные украшения. Это керамика. Это керамика. 6 глубоких тарелок и 6 плоских. Очень красиво. Прекрасного, большого диаметра. Спасибо. Да, необыкновенные просто. Большая редкость. Меня это прямо привлекло. Спасибо. Так что здесь много чего интересного. Но это я вот никогда не видела. Никогда. Ой, а блюдо какое красивое. А что это такое красивое? Это Кристиан Фишер. Это 1856 год. То есть середина 19 века. Ух ты. И сохранилось в таком шикарном виде. Не просто вообще. Вот он, Кристиан Фишер. Это он такую отметку ставил. Он всего вот делал в течение 12 лет. Он обучал фарфоровую фабрику Баварии, как делать это все. Он француз. Он приехал обучать. И сам в течение 10 лет под вот этим вот клеймом в тесте делал свои произведения. Это 10 тысяч стоит, да? Ну, 40 там стоит. А я просто не видела. Да, 40 тысяч. Да, я еще думала. Ну, середина 19 века, вы же понимаете, да? Да, да. Да еще в такой сохранности. А скажите, это у вас что, как называется? Бюро находок. Бюро находок. Это при входе, друзья. Это 83 павильон, красная линия. 83 красная линия. Но здесь много чего интересного. Так что, если вы хотите, здесь живопись есть. Живопись много. И на костей, и на медных пластинах. Это тоже интересные вот приборы, я смотрю, тоже. Да, да. Соль, перец. Да. И зеледина тоже. Вот второй вариант серебрений. Вот такие. Соль, перец. Все это с подносиками в родных коробочках. Да. Так что, друзья, приходите. Счастливо, спасибо. А вот это вот прелесть. Это лимошка, ручная роспись. И подноски. Да. Необыкновенный комплект. На самом деле, цена совсем небольшая. 40 тысяч за такой сохран. Да, да. Посмотрите, какие ручки. Ручки, ручки. Ой, я уж не буду говорить, что лимошка. Птичек. Вот эти, потерявшие хвостики. Зеленое клеймо довоенное. Тоже красивое. Карленс. Ммм, знаменитый наш. А вот редкая птичка Карл Энс. Это райская птица. Несмотря на то, что у нее голубое клеймо, это значит послевоенное. Не довоенное, а послевоенное. Но она редкая. Ее очень мало выпускали. И вот это райская птица. То есть у вас вот такие вот редкости. Я могу покрутить вот такой цветок, на котором она сидит. Вот такая вот красавица. Ой, как красиво. Смотрите, какая роспись. Ой, какая прелесть. Цвета. Да. Спасибо вам большое. Это старая германия. Ну, 50-е, 60-е. Ну, если это купить, то к ней нужно чего-то в пару, хотя бы. Ну, желательно, да. Ну, можно походить, посмотреть какую-то там рюночку. Да, да, посмотрю. Ой. Прелесть. А вот эта вот тарелка, это что? Это дерево, да? Это дерево, да. И сколько она? 20 тысяч. Ну, спасибо. Ладно, посмотрим, может быть. Прелесть. Все номерные. 10 тысяч она тарелка. Виктория Винтаж ваша. Я нахожусь в лавке старины на Тишинской площади, дом 1. И хочу вам показать здесь все замечательные фигурки, статуэтки, представленные, привезены из Германии. И вот, посмотрите, мне очень понравилось, как тему красной шапочки исполнили разные... Не фирму, как их, мануфактура, да. Смотрите. Самая большая, поменьше. А личики, личики, в личики расписаны все разные. А вот эта еще только знакомится, она еще такая вот добрая красная шапочка. Так что, такие интересные вещи. Не надо. Приходите, купите, наслаждайтесь красотой. Выбор огромный. А вот, посмотрите, красная шапочка с корзиночкой, с пирожками в красной косыночке. Но без волка уже. Это еще одна тоже. Со временем забываю, не фирма, а мануфактура. Но это уже... Ну, посмотрите, я не знаю. Довоенное клеймо. Довоенное клеймо. Бертрам. Бертрам. Слышите? Ой, а я еще одну увидела. Но только она без корзиночки. Это еще до того, как она пошла, наверное, туда. Так что, смотрите и выбирайте. А если сделаете коллекцию, то вообще интересно. Потому что все такие статуэтки. Ну, просто прелесть. С перьями в шляпах. Ой. А посмотрите, что я нашла. Какая прелесть. Бежал, бежал, устал. И лег спать. Ой. А эта красотка тоже поела и разлеглась на листе. Это у нас винтаж евро-бронза, да? Винтажная бронза. Не прямо евро? Винтажная бронза. Винтажная бронза со всего мира, да. Тут и Европа, и Юго-Восточная Азия. Разные страны есть. А лягушек? Сколько же здесь лягушек? Какие красивые. И маленькие. А вот, смотрите, совсем крошечные. И большие. Ой. Какая красота. Очень красивый просвет. Нет, здесь много интересного. Ну, просто я этот вот кабан лежащий, ну, просто вообще похорила. Такая прелесть. Вот, смотрите, сейчас очень модно сервировки стола делать с маленькими вазочками и букетиками в них. А зимой все-таки цветыр такие полевые не купишь. И вот, смотрите, здесь частный завод в Петербурге делает вот такую красоту в вазочках. Посмотрите, это стекло цветное, такое красивое. На любой вкус. Не знаю даже, что мне больше нравится. А там вообще я вижу с ягодками. Ой, моя любимая макия. Да, вот, представляете, поставить это посреди стола зимой. И сразу будет весна на столе. Красота. И это у нас Артур, да? Артап. Извините. Так что это в конце в самом. Так что приходите. Ой, ну, какая красота. Здесь, конечно, можно посмотреть еще и броши. Тоже очень красивые. Это американские, да, Америка? Броши. Разные, да, американские. Южная Корея. А вот смотрите, нам да что же. Ой, ну вот это, смотрите, земляничка. Боже мой, какая красота. Чудо. Чудо. Нет, нет. Вот там чула. Здесь же в конце антик-бутик. Посмотрите, если вы ищете старые тарелки английские. Очень красивые, винтажные такие. С такими изумительными рисунками. Но вот этот рисунок мы с вами знаем. Здесь, кстати, можно выбрать и зеленые, и синие, и красные. О, и даже голубые. Но вот этот рисунок, не знаю, друзья, может быть, я просто не видела. Для меня это вновь. Ну, замки, конечно. А Королевская почта есть, интересно? Ну, посмотрите. А можно, если хотите, просто с цветами выбрать. Да. Так, это мы пришли в красоту. Он называется Историзм. Да. И посмотрите, что у нас здесь. На самом видном месте вот такие замечательные часы. Смотрите, часы, господи. А часы это необыкновенные. Это чье? Это Франция. Франция. 20 века. 20 века. Жильные часы с ходом. Ограничениям 12 дней. Да во что? Да, жильные усилия. 12 дней. Данного франции авторская работа. Механизм отладки. Проверят точнейший ход. Вот так вот. Длина маятника определяет точность ходу. Чем длиннее маятника, тем... Ну, как вы наполнитесь. В принципе, как наполнитесь. Ну, не зря мы в Историзм пришли. Ну, здесь, помимо этого, много интересных вещей. Это серебро у вас, да? Да. Серебро. Вот серебро. Ой, ну, это прям настоящие исторические эти... Да, это такое... Сборничек. Сборничек. На любой вкус. Да. Ой, мне вот это даже нравится. А это 19-й век. Иерусалиме сделано. Да. Иерусалиме. В русской колонии, да. Видите, как интересно. А что у вас еще такое интересное? Ну, здесь вот ювелирные украшения есть. Понятно. Всякие-всякие краски. В общем, спасибо вам большое. И вам спасибо. А вас-то можно снять, нет? Ну, пожалуйста. Да? Можно снять, да. А вот смотрите. Это хозяин, не хозяин, но в общем, владелец этой красоты. Да. Вот этой красоты, да. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Друзья, а это у нас немецкий фарфор. Посмотрите. Полки все уставлены замечательными фигурками. А вот наши Д'Артаньян, Атос, Партос, мушкетеры знаменитые. Да, мы. Чего здесь только нету. Ой, какая красота. Бисквитный фарфор. Тончайший кружевок. Кстати, очень хрупкий. Какая лампа. А в лампе в окошках видны зарисовки природы. Посмотрите. Кобальт. Кобальт. Сколько здесь кобальта. Какой красивый кобальт. Ой. А среди живых цветочков сидят прекрасные детишки. Какая красота. А если у вас нет крышечки, здесь можно купить и крышечки. Богемское стекло. О, хрупкое. Крушение. Да. Чудесный мир. Друзья, приходите сюда. Смотрите, какое сочетание. Скатерть и посуда. А вот чайники. Не могла не снять, потому что я с ними, по-моему, по жизни. По-моему, это Капо Демонто, потому что так все до мелочей. Он на чем славится. Он на чем славится. Смотрите. Поехали. Давайте, друзья, полюбуемся этой корзиночкой с фруктами. Как искусно она исполнена. Этот банан жёлтый, наливные яблочки, чёрный виноград и медовые груши, совершенно натуральные. А эта кукла в прекрасной старинной одежде. Красотка! Да, друзья, от этой красоты у меня уже кружится голова. Следующий блошиный рынок на Тишинке откроется лишь 26 марта. Напишите, пожалуйста, а вам понравился наш поход на Тишинку? Мы здесь увидели, конечно, очень много интересного и пообщались с интересными людьми. Ну вот, как вам захочется ещё раз полюбоваться этим? Как вам идея вернуться сюда весной? А я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Большое-большое спасибо за прекрасную компанию. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!